Для себя сейчас хочу вам то, что я сейчас произнесу, я больше говорю для самого себя. Иногда, да и вообще, самая лучшая форма обучения, это когда ты обучаешь других. Самообучаться лучше всего, обучая других. Поэтому рассматривайте то, что я вам сейчас скажу, как способ научиться самому. Потому что я страдаю определенными недостатками и хотел бы от них избавиться. А заодно и вам помочь. Что я имею ввиду? Я только что сейчас на предыдущем ролике говорил о том, как надо выступать. Коротко, кратко и так далее. А сейчас я хочу сказать, как надо заканчивать выступление. Мне кажется, что это один из самых больных вопросов всех, кто выступает публично. Эта тема нуждается в глубокой разработке. И в постоянном повторении. Потому что долгая, как собачья песня, концовка, финал, когда человек ходит, как по заезженной пластинке по кругу, раз за разом, раз за раз, подбираясь к концу, и вдруг вспыхивая и вспоминая, что еще что-то надо сказать, это ужасно. Это кошмарно. Это насмарку все, что ты сделал. Самое сильное впечатление это от начала и от финала, от конца. Особенно конец должен быть мощным и сильным. И один из способов сделать финал ваш, финиш, конец выступления мощным, завершить его внезапно, заранее спланировав. Нужно приготовить тщательно конец и начало. И конец должен быть отрепетированным. Нельзя позволять себе фантазировать в конце, импровизировать, сумасбродничать и говорить что-то еще, и еще, и еще, и еще. Это ужасно. Я прочитал однажды рекомендацию, она мне очень нравится, она попала мне прямо в сердце. Ты должен завершать свою речь, это Джейн Рой, по-моему, сказала, такая есть в МЛМ-звезда. Ты должен завершать свое выступление, как будто ты хлопнул в дверце автомобиля. Клац и уйди с глаз долой. Клац внезапно. Я рекомендую всем попробовать внезапно закончить свою речь, хотя обычно вы долго развозили финал. Я слышал недавно выступление одной женщины, она начала, она должна была сказать не более двух минут. Она должна была сделать вступление и предоставить микрофон следующему. Это должно было длиться не более одной-двух минут. Она говорила ровно двадцать две минуты. Мы стояли рядом с человеком, переглядывались, улыбались, мы ждали, когда будет конец. Мы просто дожидались, когда она заткнется, потому что она фонтанировала без конца. Знаете, такой виток, вот она идет сверху, вот она все, запал кончился, она спускается вниз, и вот она естественным образом подошла сейчас. Спасибо, я завершила. Нет, в этот момент она вспоминает еще что-то, и у нее начинается опять виток, опять эмоции, опять она поднимается вверх-вверх-вверх-вверх, что-то говорит, говорит, снижается, она думает, ну на этом витке она закончит. Нет, она вспоминает что-то еще, и так двадцать пять минут. Я говорю, она просто вошла в штопор. Она в пике вошла в штопор и никак не может из него выйти. Сейчас пока она не долбанется от земли, она не закончит. Так и произошло. Так именно и произошло. То, что она сотворила со своим выступлением, это был кошмар, это был ужас. Люди ждали, когда этот фонтан прекратится, когда она просто-напросто захлопнет свой фонтанирующий рот. Фонтан, ужас, трепливый, славоблодливый, болтающий спикер, это кошмар. А именно такое ощущение, когда он никак не может закончиться. Поэтому моя рекомендация такая. Сказал все, что по делу, лучше тысячу раз не досказать, чем сказать лишнее. Заткнись, хлопни дверцы автомобиля и скажи спасибо. Чтобы у зрителя, у служителя внезапно, от внезапности вашего окончания, чтобы он проснулся хотя бы. Если вы быстро закончите, он будет считать, что вы что-то недосказали важное. Ему нужно будет продвинуться дальше, куда-то прийти, что-то узнать, что-то сделать. А если вы его доведете до такого состояния, что у него уже будет булькать в горле, то тогда он будет отходить после вашего выступления. А если вы вдруг раз и прекратите, он начнет предпринимать какие-то шаги, чтобы узнать, разобраться и так далее. Я желаю вам удачи. Затыкайтесь быстрее, когда говорите и подходите к финалу. Всего доброго.